Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Кейм, и сегодня мы играем на родине РП первые серверы. Не забывайте вводить мой ник в регистрации, потому что если вводите мой ник и прокачаете до третьего уровня, я получу 250 тысяч, и 150 тысяч я дам вам, поэтому вводите мой ник. Сегодня у нас новая серия, в этой серии я буду покорять горы на этом бахе. Кто не смотрел предыдущую серию, как я покупал этот бахе, можете зайти на канал, там есть это видео, оно было довольно-таки недавно, поэтому можете пересмотреть, кому интересно. А сейчас я направляюсь в горы, возможно кто-то не понимает вообще, про какие горы я говорю, но проблема в том, что придется по полям ехать, а меня могут админы посадить. Вот в чем проблема, поэтому это будет очень даже рискованно, но все ради пацаны контента, поставьте лайк, давайте постараемся набрать на этой серии как минимум 50 лайков, а желательно 100 лайков. Поэтому пацаны проявите свою активность, я сейчас какими-то окольными путями буду ездить, искать место, где можно доехать до этих гор. И когда я уже доеду, я пацаны в принципе продолжу. Все пацаны, я приехал к горам, меня не посадили, это хорошо, это уже успех просто, здесь такая вот тропинка есть. В целом я уже проехался на этом баке и он едет довольно-таки неплохо. К сожалению он не полноприводный, он заднеприводный, потому что вот смотрите, буксует только задние колеса, я вперед нажимаю. Кстати, не, он не едет вперед, я думал уже полноприводный, я думаю ни хера себе. Так, я здесь не знаю какой здесь вообще маршрут, поэтому придется как-то импровизировать, просто ездить. Как бы здесь горы вот такие вот находятся, недалеко от Бусеева, кстати, недалеко от моего дома. Так, давайте попробуем вот сюда заехать, мне кажется у нас не получится, но давайте попробуем... Ай, нет, не получится у нас заехать, потому что у нас, сука, задний привод. Надо было все-таки пацаны походу Ниву брать, потому что Нива бы, мне кажется, заехал. Давайте с разгоном попробуем, вот давай-давай-давай-давай, ой, идет-идет-идет, пацаны, нормально, нормально, выезжаем, выезжаем. Это хорошо, это хорошо, пацаны. Так, мы уже потихонечку выезжаем, здесь на самом деле непонятно вообще маршрут, тут просто нужно импровизировать. Но, скорее всего, меня админы просто в доморган посадят и все. Хотя, типа, ну, зачем тогда эти горы добавляли здесь трассы разные, есть тропинки и так далее. Не, ну, выглядит довольно-таки внушительно на самом деле, давайте посмотрим весь масштаб этих гор, покатаемся везде. Ну, я реально купил эту машину, точнее, это транспорт, чтобы проверить, на что он способен. И мне кажется, вот эти горы, это то, что нужно именно. Ой-ой-ой-ой-ой, деревья что-то плохо прогрузились. Так, спускаемся вниз, только аккуратненько, потому что мы можем, мне кажется, даже перевернуться. Так, потихонечку спускаемся на нашем бахе. Вот, он вообще спокойно, кстати, едет, но серьезные такие подъемы, нужно именно разгон какой-то делать. Вот здесь, кстати, трамплин есть, можно здесь прыгнуть, но ебаный камень мешает. Так, давайте попробуем как-то проехать по этой части просто, вот так вот, оп. Оп, и я застрял, да, заебись просто. Классно я проехал, пацаны. Так, давайте еще раз с разгончика, опа, все, перепрыгнул. Ну, просто машина, это едет очень хорошо. Хотя у нее задний привод, но едет довольно-таки неплохо. Реально, едет довольно-таки неплохо. Давайте попробуем как-то сюда заехать. Здесь много мест, куда можно попробовать заехать, но нужен разгон. Давай, 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 выезжает, выезжает, пацаны. Есть, выехал, кстати, довольно-таки неплохо. Максималка довольно-таки плохая. Блин, можно было бы еще ее протюнить, эту малышку. Но мне кажется, ого, мы прыгнули жестко. Эм, у меня начал дымиться мотор, пацаны. Хорошо, что у меня ремка есть, пацаны, это хорошо. Так, репкар. Все, я подшинил, теперь будем аккуратнее. Я не знаю, один раз прыгнул, я вроде бы не врезался никуда. Один раз просто прыгнул, и минус машина. Это довольно-таки немножко странно. Немножко странно. Давайте пропишем вот так вот, ДЛ. Так, а где ХП у нее? Айди. Так, а вот, ХП 946, отлично. Ага, уже 944, видите, она как-то ломается, видите, вот. Я просто даже еду, и от мелких ударов, вот, смотрите, я прыгаю, оп. Минус просто 100 целки, пацаны, даже больше. Поэтому нужно быть аккуратнее, у меня ремок абсолютно нет, у меня была всего лишь одна ремка. Поэтому давайте будем как-то аккуратнее ездить. 806 ХП, было 811. Да уж, хреново, видимо, я машину выбрал. Можно будет, кстати, продать эту машину и купить Ниву, и просто сравнить. Просто сравним, пацаны, зря я купил эту машину, или нет. Можно будет реально продать эту машину, купить Ниву, и просто сравнить. Я думаю, это было бы прикольно, поэтому пишите в комментариях, можно будет такое сделать. Потому что это какая-то тачка просто хрупкая, хотя это баги, блин. Она из труп сделана, блядь, какого хрена на ней так целка уходит? Я не понимаю. Типа, блин, в реально жизни, мне кажется, было бы совсем не так. Ей было бы просто похер на такие вот всякие штуки. Кстати, вот здесь можно проехать, кстати. Ну, реально, я надеялся на то, что эта тачка будет очень проходимая. Как бы, да, она проходимая, но, блядь, она просто убивается очень быстро. Прям очень быстро, и я на ней пару прыжочков сделал. Просто минус быстрое ХП уходит, поэтому в этой тачке есть минус. Вот, видите, я просто езжу и просто ХП как быстро уходит. Вот сюда заезжаю, просто вот, обратно минус 100 ХП просто у машины, поэтому это просто жесть, пацаны. Это просто жесть, и, походу, видимо, я её зря купил, потому что она вообще очень хрупкая какая-то. И лучше бы я взял Ниву. Пишите в комментариях, я за то, чтобы просто сравнить. Реально, продать этот хлам. Реально, я считаю, что это хлам, потому что, да, она проходимая, но, блин, Нива будет полноприводной. Мне кажется, она не будет так быстро ломаться, как и этот баги, в принципе. Поэтому я считаю, что в следующей серии нужно будет обязательно затестировать. А, это просто жесть. Это просто жесть, пацаны, я реально... Я разочарован, я разочарован. Я вложил в эту тачку около 200 тысяч, получается, диски. Там немножко её протюнил. Можете посмотреть предыдущую серию. Купил её за 175 тысяч, и в итоге она просто сломалась, реально. Я немножко поездил, она просто сломалась, и толком даже на ней мы по горам не поездили. Поэтому я ставлю этой тачке минус просто. Скорее всего, как я и говорил, в следующей серии мы лучше купим Ниву, и посмотрим, как здесь справится Нива. Всё, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, вводите мой ник. Все ссылочки есть в описании. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok